Сегодня в регионах под руководством ЧС России прошла масштабная штабная тренировка по гражданской обороне. На территории спортивного комплекса «Лидер» развернули пункт временного размещения граждан, а в детском саду «Непоседы» – противорадиационное укрытие. По легенде сегодняшних учений, на электроподстанции Константиновская произошло замыкание. Без электроснабжения остались 16 социально значимых объектов и 319 жилых домов. Для того, чтобы организовать необходимые условия для людей, пострадавших при чрезвычайной ситуации, в спортивном комплексе «Лидер» было решено организовать пункт временного размещения граждан. Прибывающих граждан проверяют на наличие запрещенных веществ и предметов, а затем отправляют на регистрацию. Здесь переписывают данные граждан и выдают им пропуска. К приему пострадавших в здании готово все. От комнаты матери и ребенка, которая предназначена для женщин с детьми до 7 лет, до кабинета психологической помощи. А в самом большом помещении организовали спальные места. Мы находимся в комнате размещения населения. Она рассчитана на размещение 248 человек. Комната оборудована кулерами для питья, местом для зарядки электронных устройств в конце зала. Также раскладушки. Все раскладушки у нас расставлены с учетом социальной дистанции. На каждой раскладушке у нас комплект постельного индивидуального белья. А на цокольном этаже в детском саду Непоседа развернули противорадиационное укрытие. Сотрудники учреждения распределены по звеньям, отвечающим за различные направления – питание, медицинское и техническое обслуживание. Суппайки на количество укрываемых готовы. Командир звена по организации питания ЦК Людмила. Специалисты ГОЧС оценили его готовность сразу по нескольким пунктам. Начальник ПРУ Олеся Литвинова рассказала о каждом задействованном помещении детально. Для того, чтобы герметизировать окна, которые находятся в детании ПРУ, это мешки для песка. То есть песок мы используем в специальных контейнерах, у нас есть. То есть в течение, вообще готовность ПРУ у нас в течение 12 часов. То есть мы приводим его в соответствие с принятием укрываемых. Вот эти мешки заполняются песком, используются с наружной стороны окон, чтобы сделать герметичными, чтобы не пропускать радиацию, например, либо какие-то химические элементы. Противорадиационное укрытие оборудовано и собственной системой вентиляции. Здесь также у нас есть специальные вентиляционные камеры, которые также, как и водоснабжение, у нас запускаются автоматически. То есть если вдруг даже происходит сбой электроэнергии, происходит, вручную запускают. А если с помощью электроснабжения, то получается... Осторожно! Штабная тренировка – это еще одна возможность отработать механизмы взаимодействия экстренных служб и сил гражданской обороны при ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, а также проверить их готовность к работе в режиме ЧАЭС. По результатам тренировки подведут итоги и подробный разбор действий, дадут оценку руководящему составу города по выполнению мероприятий по гражданской обороне. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Субтитры создавал DimaTorzok